Всем привет! Сегодня у меня для вас очередная распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. Некоторые посылки у меня здесь для маникюра, остальные нет. Вот с тех, которые не маникюрные, я и начну. За 7 недель стоимостью 220 рублей мне обошлись 6 пар вот таких моих любимых шнурочков эластичных. Все их уже знают, я вам их уже тоже показывала. Но, как выяснилось с приходом весны, на летнюю обувь, на кроссовки на летнюю у меня шнурков не хватило. Вот я заказала себе еще 2 набора серых и 4 набора черных шнурков. Они по-разному упакованы, но качество у них одинаковое. Ссылочка, к сожалению, сгорела на эти шнурки по такой цене посмешной по 36 рублей. Поэтому я приложу вам другую ссылку с похожим товаром, но там они немножко подороже. Длина у них у всех примерно метр. Вот разница иногда бывает там плюс-минус 5-7 сантиметров. Это тоже не маникюрная посылка. Две недели ко мне шла и две недели назад я ее уже получила. Две недели уже, как пользуется дочка, вот такими наушниками. Я заказывала сразу две модели разные. Одну для себя М10 за 770 рублей. И вот такой облегченный вариант модель F9, но дешевый, потому что в комплекте идут наушники разного цвета. Во всем остальном комплектация такая же полная. Есть проводок для зарядки, небольшая инструкция, запасные амбюшюры. Дочка пользуется уже две недели. Причем за две недели они еще полностью не разрядились. Здесь очень ярко светится экран. Это, кстати, единственное, что мне в этой модели не нравится. Мои и крышка непрозрачная, и такая подсветка белая, нейтральная. У дочки же вот такая яркая. И когда они заряжаются ночью в темноте, прям очень сильно освещают комнату. Вот этот экран. В общем, за две недели они разрядились всего лишь до 49%. Две недели назад мы их зарядили полностью. Дочка пользуется постоянно. Как минимум один наушник у нее всегда в ухе. И вот как держит батарея самого бокса. Все то же самое в характеристиках. Можно слегка от них зарядить телефон. В общем, неплохие наушнички. И, по-моему, у всех таких наушников есть вот эта комплектация такая, более дешевая почти в два раза, если покупать разного цвета наушники. Они работают также полноценно, синхронизируются между собой, работают как один, так и оба сразу. Эта посылочка ехала ко мне 17 дней, стоимостью в 1041 рубль. Ко мне приехал вот такой микрофон Боя. Уже у многих девчонок видела его в распаковках и, наконец, решила себе заказать. Это петличный микрофон. Вот с такими характеристиками. Если кто-то что-то понимает, читайте. Вот в таком чехольчике из кожзаменителя у нас находится сам микрофон с длиннющим кабелем. Я его еще не раскрывала, не раскручивала. Здесь у нас выход миниджек 3.5. Я пробовала писать с этим микрофоном звук на телефоне и на компьютере. И туда и туда мне вот этот вот переходник, ну, то есть этот вход миниджек работает. Подошел мне и туда и сюда. Вот этот переходничок я не знаю для чего. В какие-то другие устройства, видимо. Так, еще у нас в комплекте идет батарейка, которую я так и не вставляла еще вот в этот вот блочок. Но и без нее у меня нормально все записывалось. Сейчас мы вместе с вами вставим. Кстати, для чего нужно вот это переключение? Верхнее положение камера посередине выключено и внизу смартфон. Во всех трех положениях одинаково работает. Ну, вот я проверяла на телефоне и на компьютере. Все пишется одинаково и без батарейки даже. Еще, конечно, я не понимаю, как этим всем пользоваться. Ну, вот вставили батарейку. Не понимаю, конечно, буду изучать. Все вот эти вот детальки, сам микрофон, вот эта штучка, куда батарейка вставляется, прищепка также. Это все выполнено из металла. Есть в комплекте вот такая вот губка для шумоподавления. Надо будет, наверное, попробовать записать звук не напрямую в телефон, а через микрофон. И продолжу свою распаковку уже с записью звука через микрофон. Прицепила петличку. Давайте продолжим. Следующая посылка сборная. За 14 дней с бирологистика мне доставила два вот таких вот товарчика. Первый, как оказалось, я купила себе напрасно. Стоимостью в 185 рублей ко мне приехала внешняя звуковая карта. Вот такой вот выход USB для подключения в ноутбук. И здесь у нас два разъема. Один для микрофона, то есть это для записи звука, а это для воспроизведения. Для наушников. Мне эта штучка, как я и говорила, уже не понадобилась, потому что в моем ноутбуке оказалось все нормально со встроенной звуковой картой. Ну, в принципе, за 185 рублей пускай валяется. Может быть, когда-нибудь выручит меня эта штучка. Слушайте. Сейчас у меня по улице ездит машина с громкоговорителем. Вот записываю вам звук на свой микрофон, как орет на улице громкоговоритель. И вторая посылка из сборного пакета. Это уже, наконец, начинаются у меня маникюрные товары. 94 рубля я заплатила за набор из вот таких кисточек. Здесь у нас три кисти с ворсом разной длины. Они были в транспортировочном клее. Я его уже сломала. Вот только у одной кисточки, у самой длинной, торчит ворсинка. Но это не проблема. Обрезать можно. Мне нужны были такие кисти, потому как я недавно обнаружила, что почти все свои линеарные я нещадно выстригла. А нужны были именно вот такие, потолще. Кисточки очень хорошие. Ворс мягкий, податливый. Покупала для прорисовки френча. Отличные кисти. Эта посылочка ехала ко мне пять с половиной недель. Я заплатила за нее 87 рублей. И здесь у меня наклейки серия F. Вот такая наклейка у меня уже была. Я заказала повторно. И взяла еще вот в таком цвете F22. Классные такие акварельные красивые рисунки. Но яркости им, конечно, слегка не хватает на цветных. Тут не обращайте внимания. Это я так морковку на терке натирала. Вот я с ними сделала уже себе маникюр. Но для яркости я немножечко делала белый подмалевок под них. Ну, в общем-то, особенно на белом фоне, наклейки очень красивые. Этот товарчик ехал ко мне пять дней. Курьер доставил на дом. 810 рублей стоимостью. Я заказала себе повторно лампу Sun X5 Max. У меня было до нее еще две другие лампы, от которых я уже избавилась. Дело в том, что мне очень нравится работать с лампой, у которой есть функция запоминания. Поэтому решила заказать себе еще одну такую лампу, чтобы просто она у меня была в запасе. Вот такая лампа на 45 водов. Кстати, блок довольно мощный. 24 вольта на 4 ампера. Вот у моей предыдущей лампы был вот такой блок питания. 12 вольт на 4. Этот будет помощнее. С виду она сверху выглядит точно так же, как и моя. В ней также есть 45 диодов. Также в ней есть функция памяти. Но вот само исполнение, сами материалы, мне кажется, какие-то более дешевые. Давайте посмотрим. Вот это моя первая лампа. В ней, видите, немного по-другому расположены диоды. Даже не расположены, а как бы утоплены. У моей старой лампы они вот такие на поверхности, а у новой лампы они как будто утопленные. Конечно, качество диодов я проверить так вот не смогу прям сходу на вид определить. Мы сегодня с вами протестируем, как эти обе лампы справятся с таким плотным черным пигментированным гель-лаком. За сколько времени просушит. Но вот кажется, что моя вот эта старая лампа все-таки выполнена более качественно. Кроме всего прочего, оказалось, что в новой лампе в дно не вставили вот эти магнитики. И если схватить лампу, то дно может выпасть. Это, конечно, очень обидно. С этой моей старой лампочкой более полутора, наверное, или около полутора лет я работаю на ней. С ней все нормально. Она отлично до сих пор просушивает все материалы. Никаким образом она не стала хуже за все это время. Работает как новая. Но так как других ламп у меня больше не осталось, я решила, что в запасе у меня должна быть еще одна лампа. Давайте посмотрим, как они сушат гель-лак. И вот я обе лампы подключила. И обе они включаются по памяти на 10 секунд на последнее заданное время. Посмотрите на свечение. В новой лампе более розовый, а в старой более такой голубой-фиолетовый свет. Выкрашу две типсы вот таким гель-лаком. Он очень плотный, черный, такой очень пигментированный, насыщенный цвет. И попробую просушить. Отправляю на полминуты. И вот лампы потухли. Давайте посмотрим, как просохли типсы. Значит, это у нас новая лампа. Ну, чуть-чуть не досох лак. В принципе, этот черный лак я сушу всегда по одной минуте. И моя старая лампа. Да, работают они одинаково абсолютно точно так же. Просох лак. Слой, как вы видели, я положила такой довольно толстый. Ну, то есть работают лампы обе одинаково. Свою первую лампу я покупала в магазине Эльза. Приложу вам две ссылочки. И на вот эту, на свою первую, и на вторую. В принципе, работают, да, они одинаково. Но единственное, чисто визуально различаются по качеству материалов. А эту последнюю свою посылочку я выиграла. Участвовала в розыгрыше на канале Rosalind Beauty. Ссылочку оставлю в описании. Они довольно часто устраивают какие-то розыгрыши. Я вот выиграла эту посылку в апреле. А буквально недавно на канале был розыгрыш дип-системы от Rosalind. Условия очень простые для участия. Нужно быть подписанными на канал, поставить лайк, комментарий под видео и поделиться ссылкой на это видео в любой из своих соцсетей. Давайте же откроем и посмотрим, что мне прислали. Вот такая горка разных товаров. Давайте на них посмотрим поближе. И первая это у нас вот такая лампочка. Конечно, характеристики очень странные. 88 ватт. Она не может быть 88 ватт по определению. Давайте посмотрим на нее поближе. У меня такой маленькой лампы не было никогда. Просто крошечная. Вот такая малютка. Так, здесь у нас 60, 80 и 99 секунд. Провод несъемный, кабель USB. Сейчас я ее подключу. И вот после подключения питания загорелось красное табло. 60, 80, 99 секунд. 18 диодов довольно ярких. Кстати, выполнение такое довольно качественное. Получше, чем та лампа, которую я вам только что показывала. Сам X5 Max или плюс. Забыла уже. Ну, в общем, надо будет ее сегодня тоже проверить, эту малютку. И что меня удивило, у нее даже есть сенсоры, которые включают лампу после попадания руки. Ну, интересно так. Я не знаю, даже если ее покупать, сколько она может стоить. И проверим, как она сушит. На том же самом лаке нанесла слой средней такой толщины. И отправляю в лампу, ну, думаю, на 60 секунд. Вот прошла одна минута. Давайте посмотрим, как просох лак. Отлично. А нет, вот по краям немножечко. Ну, в общем, в этой лампе можно сушить плотные лаки. Просто нужно где-то просушивать, наверное, ну, лучше сразу все 99 секунд. Но все-таки работает. Я в шоке. А здесь я вам показываю, какая разница между моей лампой SunX5 Max и вот этой малюткой. Ну, понятно, что для постоянного пользования такая лампа будет точно не нужна. Ну, во-первых, на халяву. А во-вторых, на всякий пожарный пусть будет. Так, идем дальше. Кусачки. Вот такой на них защитный колпачок. Очень крошечные полотна. Наверное, миллиметров 6. Ну, да, 6 миллиметров. Ну, вроде как сходятся хорошо. Ход тоже неплохой в них. Я, конечно, их в маникюре не буду использовать. Но давно собирала себе приобрести какие-нибудь дешевенькие щипцы, кусачки, которые не жалко, чтобы что-нибудь ковырять. Вот, например, типа стразов. Когда коррекцию делаешь, нужно убрать старый страз. Жалко пользоваться своими кусачками. А вот эти пригодятся для таких целей. Здесь у нас комплект из базы и топа. Вот в такой подложке. Я еще не пользовалась ни базой, ни топом от этой фирмы. Бутыльки стеклянные. Информация есть только об объеме. 10 миллилитров. Больше никакой информации я не вижу. Итак, база. Жиденькая. А наполнение отличное. Прям по плечке. И топ. Еще более жидкий, чем база. Ну, для типсов мне точно пойдет. А вот не знаю, решусь ли я когда-нибудь их протестировать на ноготках. Напишите, пожалуйста, кто пользовался такими материалами. Стоит ли пробовать их на настоящих ногтях. Следующая коробочка. Вот такая. Набор гель-лаков. Шесть штук. Давайте посмотрим, что внутри. По-моему, я такие коробки, похожие, видела у Борн Претти. Вот такой наборчик. Что у нас здесь? Ух ты, блин, они еще не достаются. Так, Райнбоу гель. Тоже 10 миллилитров. Бутылка стекла. И никаких... А, нет, вот есть надписи. Р-03. О, вы знаете, на что похож этот гель. С такими розово-нюдовыми блестками. Очень напоминает мне гель-лак из серии Кварц от Гротол. Выкрасим. Посмотрим сегодня, что это за лак. Следующий. 24-52. Нюдово-розовый. Припыленный такой. Похож на мой лак. Так. Следующий номер. 33. Тоже похож на предыдущий, но этот потемнее. Как бы более пыльный цвет. 24-53. Тоже какой-то розовый. Розово-персиковый. 39. Опять розовый. Мне какая-то розовая пришла. Розовый набор, розовая палитра. И последний лак. 37. О, серо... Серо-сиреневый. Очень-очень такой бледный лак. Давайте их все выкрасим. Окей. 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 Продолжение следует... 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 вернее не совсем они разные вот значит два полигеля шайни это с блеском номера у них на обратной стороне написаны 21 и 23 все тюбики по 30 миллилитров также два желе это оказались у нас витражные такие тинты полигели номера 43 44 один температ температурный то есть должен он от холода и или жары менять свой цвет лю минус но я так понимаю что это люминесцентный он должен вот здесь даже обозначение ночь день номер у него 31 и я не особо понимаю в чем разница между вот этими двумя полигелями здесь тоже светоизменения этот 53 и последний это кошка я вообще в шоке я даже не подозревала что существует полигели с кошачьим эффектом не знаю когда их нужно магнитить тоже попробуем 63 начнем с полигелей шайни оба этих полигеля шайн с блестками хорошего такого состава нормальной консистенции отлично разравниваются кисточки не липнут ну вообще-то они конечно на любителя лично я бы сама себе наверное такой не купила вот здесь я показываю что я буду использовать slip solution от rosalind не вот отлично разравнивается легко подается полигель кисти и не липнет к ней вообще-то эти блестки в полигели в материале они выполняют функцию арматуры немножечко даже укрепляют конструкцию сами по себе но я бы наверно себе такие не купила жидкость у полигеля для полигеля slip solution от rosalind вообще не имеет никакого запаха такое впечатление что это просто вода но работает как вы видите здесь я уже наношу материал поверх типса до этого изнутри наносила тут у меня будет по-разному одни я буду изнутри наносить другие сверху те которые наносила материал сверху я потом опилю перед нанесением топа вот этот полигель мне понравился больше всех и по цвету и по консистенции и потому как он разравнивается очень легко выглаживается и тут я все еще продолжаю работать с лип салюшен от роза линд смочила еще раз кисть и легонечко его расправила самый минимальный опил здесь я уже меняю на свою старую жидкость с лип салюшен у нее есть довольно довольно приятный такой аромат слегка хвойный и пробую первый из желейных полигелей наношу внутрь и когда начинаю его разравнивать понимаю что он очень очень жидкий он совсем не похож на полигель это как будто бы обычный строительный гель который налили в тубу из-за своей вот этой жидкой консистенции его практически любой жидкостью будет невозможно разровнять плюс еще видите что он очень сильно пузырится здесь я пытаюсь выгнать пузырик мучаюсь и вот так это все выглядит теперь я буду работать спиртом и второй из витражных полигелей желтый точно такой же жидкий здесь я тяжко вздыхаю представляю что мне предстоит и точно так же он наносится как и голубой в общем эти я бы никому не посоветовала полигели их нужно обычной кистью наносить с выравниванием тогда может быть будет нормально продолжаю работать спиртом наношу уже внутрь типса как мы работаем с верхними формами и вот этот вот акригель полигель мне очень понравился по своей консистенции посмотрите как он легко и быстро распределился просто идеально и кисточки не лип теперь я буду работать с помощью ацетона и беру вот люминесцентный 31 он по цвету и с виду по составу очень похож на предыдущий тоже изменяющий цвет но когда его начинаю разравнивать я понимаю что он слишком тугой я его кистью так и не смогла нормально продавить распределить я здесь мучаюсь мучаюсь надавливаю он не подается в конечном итоге я возьму апельсиновую палочку и уже ей более-менее материал распределю как мне надо только после этого хоть что-то у меня получилось разровнять кистью пригладить но все равно результат меня не устроил я сейчас вам покажу что у меня вышло все равно материал ложится с проплешинами не продавливается после этого я за кадром его еще немножко поправила и показываю вам еще раз и остался у нас один полигель его я буду разравнивать уже базой полигель с кошачьим эффектом номер 63 пломбочки кстати я эти никогда не срываю полностью я всегда их оставляю под крышкой чтобы у меня в крышку не выливался материал и вот я уже вижу что полигель тоже жидкий хотя конечно красивого цвета ничего не могу сказать такой какой-то перламутровый темно-фиолетовый с розовым хорошенько смачиваю кисть в базе база у меня не хватило добавляю еще немного и начинаю разравнивать поначалу он даже прилипает кисти но потом более или менее поддается но повторюсь материал тоже очень-очень жидкий вообще не вижу смысла в полигели с эффектом кошачьего глаза у нас уже столько этих лаков по моему проще накрасить лаком тем более что частицы вот эти магнитные в поле геля они оказались очень неповоротливыми из-за неровной поверхности вот видите что происходит какая-то корявость единого блика не рассеянного не полоской мне не получилось сделать и так как это все-таки не жидкий материал не такой жидкий как гель-лак мне приходится добавить еще сверху материала был бы это лак я бы просто кисточкой провела и сделала бы новый блик но с полигелем приходится вот так вот заморачиваться еще одним слоем на не просушенный 1 и пробую счет что-нибудь сделать тут как я не мучилась ничего толкового у меня не вышло видно что там розовый какой-то отлив но единого блеска не получается подумала что может быть после опила этот блик станет как-то поинтересней но как выяснилось нет какое-то бесполезное приобретение бестолковое вот я его покрываю топом и нормального блика как не было так и нет и вот такие у меня сегодняшние 8 полигелей были на обзоре первые два с блеском но я просто не люблю полигели с блеском поэтому я и говорю что это на любителя но в принципе они по качеству по составу мне понравились удобно их наносить 503 термо мы сейчас с вами проверим горячей холодной водой 43 44 витражей вообще бесполезно это не полигель на мой взгляд я вам уже об этом говорила проще их выложить просто с выравниванием обычным способом следующий 53 которые изменения цвета сейчас я тоже попробую посмотреть как он меняет свой свет и в по составу он мне понравился удобно разравнивается вот этот 31 мне не понравился совершенно и вот то что я вам говорила изначально перепутала вот ацетон оставляет вот такие белые разводы если их не убрать с помощью праймера или базы то на ноготках возможно отслойка вот по этим вот местам так сам материал мне не понравился слишком он плотный не разравнивается ну и кошка бесполезная засунула эти два типса которые должны менять свет в лампу не успела ее включить и уже заметила что 31 который люминус который мне не понравился слишком плотный он без всякого дополнительного свечения он сам по себе горит светится в лампочке хотя он мне до этого лежал довольно в тусклом месте то есть он не на солнце не зарядился не в лампе от ультрафиолета и вот так он светится давайте теперь попробуем включить лампу сейчас они у меня нагреются я покажу вам как они будут выглядеть после ультрафиолета ну вот опять же 31 очень ярко светится посмотрите прям горит а вот у этого который изменяет цвет я пока не вижу но там стал более такой желтый более насыщенный желтый сейчас выходила на улицу подержала оба типса на солнышке ну как я вижу 53 так ничего и не изменилось бледно-желтый а голубой все еще горит и посмотрим как вот этот полигель меняет свой цвет в холодной горячей воде холодная вода ну бледно-розовый как и был теперь горячее стал совершенно прозрачным слабовато все равно конечно меняется цвет в общем чем холоднее вода тем и более розовый может вот этот попробовать 53 тоже макнуть и горячую воду что я ничего не понимаю в чем его прикол я сегодня разравнивала полигель как вы видели всеми этими разными жидкостями в том числе база и ацетон и могу сказать что все в принципе они рабочие просто есть такие некоторые полигели с каким-то особенным составом либо очень жидкие либо очень густые которые будут работать но к ним нужно просто подобрать жидкость которая с ними справится лучше это может быть вполне sleep solution или спирт ну или тем более база вот такая у меня получилась сегодня огромная распаковка на товары розолин ссылки которые я смогла обнаружить я оставила под видео если кого-то что-то заинтересовало заходите смотрите ну а на этом я буду с вами прощаться спасибо всем за просмотр удачи вам и пока пока